Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня будем разговаривать о подготовке лука севка к посевам. Это очень важная, очень большая тема. Опять, как я люблю говорить, многогранная. У нее много всяких различных сторон. Вот сейчас я буду говорить сегодня только о подготовке, о правильной подготовке лука севка, о посеве, когда сеете, как, это мы будем говорить позже. Но скажу сразу, что сейчас сеять севок уже можно и в сибирском регионе, и везде. Он холода не боится, если у вас почва прогрелась 5-10 градусов. Вот при таком холодном температурном показателе сеять уже можно. Но про сроки посева и про температуру я не буду говорить. Это тоже очень для всех разное. Сегодня будем говорить о правильной подготовке. Что нужно сделать, что люди делают, различные варианты, как подготовить севок к посеву. Вот неважно, покупаем мы в магазине или выращиваем сами. Я вот сама не выращиваю сейчас, помидорами сильно занялась, места мало у нас. У меня огород маленький, всего 7 соток. На них и дом, и гараж. И под лук, именно вот чернушку выращивать у меня нет места. Я покупаю в магазине. Но это не важно. Или купили мы в магазине, или вырастили мы сразу. Надо подготавливать семена. Если у вас свои семена, это не значит, что они не нуждаются в подготовке, что их не нужно ни протравливать, ничего не делать. Эта процедура не сложная обработка. Она не занимает много времени, но она позволяет получить более дружные всходы и защищает, конечно, лук от вредителей или от болезней. Также вот все эти подготовки, про которые я сейчас буду говорить, они влияют на процесс вегетации и именно на формирование, на правильное формирование головки. Вы же знаете, что иногда головка формируется быстро, так как эффективно, а иногда лук долго-долго сидит, и у него вот этот стебелек, а головочки нету. Ну и вот, для того, чтобы все это было хорошо перед посадкой и перед посевом, сейчас уже заведено, перед посевом в открытый грунт, мы готовим наши вот эти вот лук-севок специальным образом. Обеззараживаем, то есть протравливаем, подрезаем верхушечку, обрабатываем там от грибков фитоспорином или еще чем-то и делаем процедуру для уменьшения стрелкования. Про каждое это действие я расскажу отдельно. Также мы поговорим, нужно ли вообще готовить семена лука-севка, может быть, можно и обойтись так. Потом, как правильно, от вредителей отдельно, от болезней, потому что некоторые путают и не понимают, что одно средство вы обрабатываете от вредителей только, но не обеззараживаете от болезней, а другое только от болезней. Некоторые, обработав фитоспорином, наивно думают, что все, они сделали все, а вредители, вредители фитоспорина не боятся. Потом также очень важная тема, нужно ли обрезать вот эту головку, это я прям отдельно, подробно-подробно расскажу, и если нужно, то как обрезать. Вот начинаем. Чтобы укрепить иммунитет вот этого севка и, чтобы он сопротивлялся от вредителей, от болезней, обычно мы его замачиваем. Но замачиваем не просто в воде, а в растворе какого-либо препарата. Растворов вариантов очень-очень много, я сейчас вам все назову, но я хочу вам сказать, что пока вы каждый не испробуете на своем участке, на своем луке, вы не поймете, какой из них наиболее эффективный. Вот вы должны, как бы сказать, опыт приобрести. Один год обработайте так, другой год обработайте по-другому, и вы потом поймете, какой препарат для вас проще, удобнее, какой больше вам помогает, потому что все сразу, я вот сейчас назову 6, например, 5-6 вот этих составов, все сразу вы испытать не сможете, а на слово верить. Вот один говорит, помогает, другой говорит, не помогает. Вот самые популярные растворы, в которых мы замачиваем, это соляной, то есть простая поваренная соль, потом раствор марганцовки, тоже самый простой, самый распространенный, потом медный купорос, в пищевой соде замачивают, в нашатырном спирте и в березовом дегте. Вы видите, какой спектр всего этого, ну, всяких обработок, замачиваний, каждый препарат действует по-своему и направлен на какое-то одно, ну, дает какое-то одно качество вот этому нашему посевному. Если соль, например, помогает бороться с вредителями, мы знаем, что луковая муха основное, то вот предотвратить ее нападение луковой мухи поможет вот именно обработка соляным раствором. Ой, упала. Также отпугнет трипсов, клещей. А вот в борьбе с грибковыми, например, именно марганцовка, фитоспорин, это вот две разные вещи, вы должны понять, что одно мы делаем от одного, другое мы делаем от другого. Еще есть стимуляторы роста, это вот в дополнение к тому списку, который я уже назвала. Это стимулируем мы для получения быстрых, дружных сходов. Все вы знаете эти. Эпин, циркон, энерген, гуматы различные. Все. Это вот еще один список, в котором вы можете замочить. Так что вот перед посевом, вот наш вот этот бедный лук-севок, он проходит комплексную обработку. Еще плюс прогревание. Про прогревание в конце скажу. Вот начинаем сначала про вредителей и про болезни, чтобы в одну кучу все не сваливать, прогревание позже. Для обеззараживания севка, марганцовка используется, это именно от болезней, не от вредителей. Замочив лук в растворе марганцовки, вы от вредителей не предохранитесь, вы просто убьете на поверхности вот посевного материала различные грибковые заболевания. Все. Потому что, хоть ваш домашний лук, хоть вот в магазине я купила, на глаз невозможно определить, есть там грибковые споры или нет. Может быть он вообще совершенно стерильный, безвредный. Но мы рисковать не можем, определить мы не можем, поэтому рекомендуют, всегда специалисты, лучше обеззаразить. Обеззараживаем мы теми же препаратами, которыми мы обеззараживали семена. Семена, помидор, томатов, перца, баклажан. То есть, там мы обеззараживали марганцовкой, фитоспорином. Вот то же самое делаем мы и с луком. Это ничем не отличается от других культур. Это тоже семена, их тоже надо обеззараживать. Препаратов очень много, и все, что можно обеззаразить, я вот вам, чтобы проще понимать, все, чем вы пользовались на томатах и на перце, все можно использовать и на этом луке. Вы можете в любой магазин прийти и спросить, вам дадут. Каждое средство имеет свои достоинства, свои недостатки, но я вас прошу, обязательно читайте инструкцию, соблюдайте дозировки, чтобы при протравливании не сжечь вот эти семена лука. Они тоже могут повредиться. Ну, конечно, более опытные огородники вот нашего старшего поколения используют старый проверенный способ. Это марганцовка. На полчаса помещают в раствор марганцовки. Раствор должен быть не очень слабым, но такой интенсивный должен быть цвет. Главное его не передержать. 30 минут и вынимайте. Для удобства можно поместить весь этот лук в сеточку, в сеточку в обыкновенную, в которую овощи мы продаем, ой, покупаем в магазине. Прямо в сетке поместили, раз убрали, промыли. Ну вот так, это вот мы, например, один вариант. Обеззаразили от грибков. Дальше нам нужно от насекомых. Например, вот, если вы хотите с самыми простыми средствами, не прибегая к каким-то там, к сложной агрохимии, протравили марганцовкой, дальше в соляной раствор. Если на ведро, если у вас много лука, 6 столовых ложек на ведро развели, на 3-5 часов погрузили. Если у вас маленький объем, на 5-литровую баклушу, достаточно 3 столовых ложки. Я сейчас это ничего не показываю, потому что, вот вы понимаете, что способов и растворов очень много. У меня всего вот тут 2 килограмма лука, и я буду пользоваться всего лишь одним из них. И то, я сегодня хотела приступать к обрезке, а утром послушала телевизор, передали у нас похолодание до минус 5-ти, минус 8-ми. И я решила, что я отложу, буду садить после 9-го мая, а вам кто-то же уже сейчас высаживает, у кого-то нет таких морозов, как у нас, вам это пригодится. Я вам про все способы расскажу, но замачивать я не буду, потому что вы сами все это сможете сделать, что вы не сможете в марганцовку поместить, или в фитоспорин. Также поваренная соль. Пожалуйста, 3 столовых ложки на 5 литров воды разводите, на 4, 3, 4, 5 часов подержите. Все. И вот потом, если вы сейчас, например, не замочите в соляном растворе, но нет у вас времени, потом можно летом этим же раствором, вот слышали, наверное, поливают соляным раствором грядки, только менее концентрированно, можно просто поливать грунт на грядке. Но хочу про соль сказать отдельно. Хоть это не агрохимия какая-то, вы не в магазине покупаете, но нужно с ней тоже быть очень осторожным, не нужно злоупотреблять частыми вот такими поливами. От болезни она лук, конечно, избавит, не будет там у нее... Ну как, вы, короче, обработать, обработаете, луку вы поможете, но почву вы можете засолить, испортить на долгие годы. Она очень плохо потом вымывается, исчезает, не разлагается. Нужно, и вот вообще рекомендуется, только разовые. Один раз в сезон можно полить солью грядку, иначе некоторые поливают, поливают все лето, потом на этом месте ничто у вас не вырастет. Вы знаете прекрасно, что и средства избавления вот от различных сорняков, от деревьев, которых не нужно, поливают солью весь сезон, и оно умирает, потом на этом месте ничего не вырастает. Даже с солью, с простой солью, нужно быть очень осторожными. Потом, фитоспорин тоже вы знаете как. Разводите так же, как для протравливания семян, например, томатов или перцев. Помещаете туда, тоже на полчаса. Все, обработали. Это у вас не будет грибковых. Стимуляторы роста еще проще. Вот его стимуляторы кто-то использует, кто-то не использует. Но его используют обычно, чтобы быстро пророс, чтобы дал хорошее урожай, чтобы он дружно вышел из земли. Они обрабатывают стимуляторами. Стимуляторы это самые доступные, популярные. Можно использовать вот такие, например, как я уже сказала, эпин, эффектон, энерген. Но можно использовать, опять же, кто боится использовать, применять агрохимию, самым лучшим стимулятором природным является древесная зола. Она и калием богата, и является еще антисептиком. И еще она, если вы обработаете золой, предотвращает гниение вот этой лукосевка в земле. Надо, опять же, вот в 5-литровую баклушку развести всего лишь один стакан, стакан полной золы, но уже просеянный такой чистенький. И вот в этот раствор погрузить луковицы на 10 минут. Все. Потом их можно просушить. Вот это тоже стимулятор, потому что стимуляторы бывают не только те, которые в магазине. Ну, про магазинные я, конечно, уже назвала. Тут и силк, и биосилк, и пин экстра. Все можете приобрести. Еще хочу напомнить, что если вы под зиму, вот когда будете высаживать, то это вам уже не нужно. Стимуляторы никакие под зиму не применяются, потому что их действие приближается к нулю. Там никакого действия нет. Теперь пришли к самому главному. Как избавиться от стрелкования? Единственный способ, который все знают, указывают и специалисты, и все опытные огородники, это прогрев. Прогрев для предотвращения стрелок. Но греть вот этот лук нужно было раньше. Если я собираюсь высадить уже через 2-3 дня, тот прогрев, который самым популярным считается, я уже упустила. Это прогрев, например, на батарее, или вблизи там какого-то отопительного прибора, где 40 градусов, посадочный материал выдерживается, например, целую ночь или целый день. Но этот метод очень не рекомендую я новичкам, потому что можно упустить, можно передержать или перегреть, и луковички сварятся, и тогда вы вообще скажете, нам посоветовали погреть, а у нас ничего не выросло. Не надо, если вы первый год или второй год никогда этим не занимались, с перегревом будьте осторожны. Можно погреть на солнце. Вот сейчас у кого солнечная погода, 20-25 градусов, просто выложите его, вот так разложите на солнышке, чтобы он прогрелся, чтобы он был прям тёпленький, горяченький. Всё, день на солнце полежит, считайте вы, прогрев, процедуру прогрева прошли. Ну и ещё, если нет времени на прогрев, так же вот как у меня, упустили, посадку уже вот завтра садить, то можно сделать экспресс-прогрев горячей водой. Это тоже очень часто применяют люди. Вот в ванну наливаете воду, 50 градусов, в мешочек его, даже вот большие объёмы в мешках опускают, погружаете туда, сверху раз что-нибудь тяжёлое, чтобы он не всплывал. Всё, 15 минут держите, потом вытаскиваете, и резко холодной водой. Вот эта шоковая терапия, она тоже хорошо помогает, такая экспресс-обработка, но всё-таки специалисты говорят, что она полностью не избавляет от стрелкования, но зато стрелки будут появляться намного позже, когда вот эта головка, вот она уже немного сформируется, и в этом есть сильно большая разница, или когда стрелка сразу, только во время образования пера, она сразу появляется, и там нет ничего, приходится просто выбросить. А если стрелка появляется позже, когда есть хотя бы вот такая луковица, то её хотя бы можно применить в еду. Вот, экспресс-прогревание можете тоже применить. Так, дальше. Теперь, перед тем, как все эти обработки сделать, лук нужно привести в надлежащий вид, то есть, его мы подготавливаем, вот к этому, к замачиванию, к различному. Сначала нужно отсортировать, конечно, убираем все гнилые, все вот бывают вот такие, вот видите, вот сухая, всё, она высохла, потому что она вся уже, эту сразу убираем, гнилушку, нам не надо заносить лишнее гнильё, вот это вот раздавленное, помятое, тоже не надо. Вот я сейчас, перед тем, как садить, сяду, и все луковицы переберу, луковицы должны быть здоровые, убираем лишнюю вот эту одёжку, ту чешуйку, рубашку вот эту вот, которая отделяется легко, её, вот видите, как она отделяется легко, да, это вообще гнилая, которая легко отделяется, её лучше снять, она будет только нам мешаться. Вот весь этот процесс, садитесь и спокойно, убираете все вот эти лишние рубашки, которые на весу, вот зачем она нужна, получаются вот такие, красивые, чистенькие луковички, с одним слоем чешуйки. Некоторые, я даже видела и слышала, советуют оголять луковицу вообще, вот вообще до гола. Я вот в нашем регионе, в нашей области, где я жила с детства, я прожила очень много, почти шесть десятков лет, я ни разу не видела, чтобы у нас садили голый лук. Я так не делаю. Но может быть, если кто-то так делает, то может быть это и как, тоже можно так делать, я не знаю, про это я даже судить не буду, я говорю только, все исходя из своего опыта. Я вот так очищаю, до чистой, до красивой, все. И отсортировываем, конечно. Когда мы убрали все поврежденные, когда все негодные убрали, то мы сортируем по размеру. Всегда, везде написано, что крупнее, чем 2,5 см, сеять нам не нужно. Вот, видно вам, нет? Вот этот 2,2 см, вот такая вот идеальная, стандартная луковица, ну тут у меня она в магазине, она подобрана, вся фракция такая, тут нет мелких, нет сильно крупных, у меня тут все упрощено, я просто их сейчас раздену и обрежу. Вот такие луковицы, они все стандартные, идеальные. Но есть мелкие, мелочи тут у меня нет, я обычно сажу их под зиму, и есть сильно крупные, их тоже, около 3 см в диаметре, их не рекомендуют садить. Самый хороший лук, вот будет вот с таких стандартных. Когда вы их отсортировываете, и впоследствии будете садить, вот даже среди этих можно отобрать на более крупные, которые совсем помельче. Желательно садить крупные с крупными, а мелкие с мелкими. Для чего? Ну, для равномерности посадок, потому что мелкий лук между крупных, он может его как-то или задавить, или больше, может быть, заслонит ему солнце. Но всегда рекомендуется сначала посадить и крупные, а всю мелочь уже потом. Кстати, вот эти, которые проросшие, я тоже не выбрасываю, я их в конце на крайний ряд посажу, и они у меня будут как на перо. Луковицу, конечно, с них не вырастешь, сейчас обрезать я росток не буду, как всем остальным, но я их тоже высаживаю, потому что мы покупаем в магазине, нужно быть экономно, ничего выбрасывать нельзя. Тем более, вот здесь мне попалось очень много таких, это я не сама покупала, мне заказала, просто ездили люди в садовые, мне вот такой принесли. Вот этот я тоже посажу. Так, значит, крупные к крупным, мелкие к мелким. Все мы рассортировали. Теперь нужно нам обрезать наши хвостики. Ну, сразу скажу, если кто высаживает большие плантации, огромные есть высаживают, и на продажу, и всякое, то, конечно, обрезкой они не занимаются, можно обойтись и без нее, но именно вот из-за необрезанного вот этого вот кончика, видите, он весь перевитый здесь, ну, такой, как скрученный, отодвигается вот это прорастание. Именно удаление вот этой верхушки, скрученный весь период, ускоряет прорастание побегов, создает благоприятные условия для хорошей вегетации. То есть, этот хвостик мы обрезаем, и тогда у нас ускоряется весь процесс. Сразу скажу, что все огородники делятся на тех, кто вообще не обрезает ничего, кто обрезает только вот этот мышиный хвостик сухой, ну, вот так вот, и кто обрезает, касаясь вот этого вот, сейчас покажу. Короче, одни обрезают вот так, другие обрезают вот так, с зеленым этим. Вот я отношусь к тем, которые обрезают вот с этой зеленой пипочкой, но я не касаюсь вот этих вот белых чешуй, там, несистых. Где показать-то лучше? Сейчас, подождите. Ну, я обрезаю вот так. Я считаю, что это такая обрезка, она лучше всего, она пробуждает луковицу, когда вот тронешь вот этот вот верхний росточек, я сейчас вот замочу, если на ночь, завтра утром он уже выдвинется, росток, и она очень-очень быстро, перо вот это вот выходит. Но, можно обрезать и вот так, я опять говорю, что огород это вот поле для нашей фантазии, можно обрезать и просто вот этот скрученный кончик. Главное, чтобы не было вот этого вот, видите как, он закрученный, перекрученный, он не даст перу выйти, он будет препятствовать, его нужно убирать обязательно, вот этот мышиный хвостик, обязательно, а так вы обрежете, или вот так вот, это уже не принципиально. Вот это, главное, правильная обрезка, вот я обрезаю вот так, побольше у меня срез, не только вот этот мышиный хвостик, а вот этот побольше срез. Я считаю, что вот такая вот, более глубокая обрезка, делает процедуру замачивания более эффективной, ведь проникнуть вот этому раствору, которым мы хотим, которым хотим обогатить вот эту луковицу, между чешуйками гораздо проще, вот туда вот, когда открытый вход вот этот. Но, сразу скажу, что выполняя обрезку, не стоит удалять слишком, вот большой фрагмент верхушки, чтобы вот эту вот, как сказать, белую вот эту, чешуйки, это вот эти вот, белую мякоть, обрезать лучше не нужно. Это может спровоцировать загнивание вот этого посадочного материала, и этот сивок может в мокрой, сырой, в сырой, в холодной земле, может загнить. Все. Если, хочу вам напомнить, что если вы на перо садите, то можно обрезать намного больше, можно прям вот так вот срезать, потому что тут нам, ну, луковица не нужна, и вот такая большая обрезка, ее даже иногда оставляют на поверхности, вот эту часть, не заглубляют туда, чтобы побыстрее вышло перо. Так больше, она как быстрее появляется, все. Но если вы выращиваете, опять же, на крупную луковицу, на репку, то лучше саму луковицу не отрезать. Все. И вот, какие бы способы обрезки не были, я вам как говорила, там повыше, пониже, все-таки, все опытные, более-менее опытные огородники, говорят, что обрезка в любом случае нужна, именно вот эту сплетенную часть верхушки, выше вы обрезаете, или ниже, но вот эту вот сплетенную, вот эту сухую плеть, ее нужно обрезать. Перем пробиваться сквозь вот эту штучку очень, это плотная такая преграда, очень сложно, и может очень долго она. Ну и закончу тем, что до сих пор все беседуют, дискутируют, нужно ли вообще готовить семена лука перед посадкой в открытый грунт. Ведь тот, кто высаживает давно лук, вот бывалые, опытные огородники, они могут вспомнить те времена, когда о подготовке лука вообще речи не велось, считалось, что лук, растение достаточно неприхотливое, не требует ничего. Я эти времена захватила, я помню, что мама только обрезала вот эту верхушку и сразу мы садили. Ничего там не было, все так же вырастало, обходились только переборка, естественно, гнилые луковицы убирали, остальные все садили. Вот чем связана вот такая нынче повышенная много-много всяких обработок, конечно, нынешняя экология и капризы климата, все это, но ведь были и раньше у нас насекомые всякие вредители, все. Просто понимаете, я сейчас вам скажу может быть необычную фразу, которая, я считаю, что большей частью вот это вот навязывание всякими обработками, короче, я вот вам, новичкам, скажу, начинающим, сильно не слушайте, когда говорят вот эти вот всякие броски, названия, суперобработка, без этого лук не вырастет, очень эффективное средство, там супер-пупер, все это по большей части, наверное, для привлечения зрителей, для повышения количества просмотров, прочитаешь супер-пупер, откроешь, посыпала табачной пылью, этим способом пользовалась еще моя бабушка, откроешь, там эффективная обработка, добавила молотого красного перца в грядке, это тоже, все это, все эти способы, никакие они не супер-пупер, всегда ими пользовались, и если у вас нет времени, вот на все эти обработки, лук у вас вырастет, и так, можно потом, в процессе вегетации, сделать обработку, также от вредителей, также дегтем, ой, про дегтем я забыла сказать, также дегтем березовым можно полить потом, а не сейчас, да, еще можно обработать дегтем березовым, замочить, но можно будет сделать это И потом, если вы это не сделаете сейчас, ничего страшного не произойдет. Лук у вас также вырастет. Но, конечно, может быть, будет больше проблем, придется летом больше за ним ухаживать. Но я считаю, что это равносильно. Что мы замочим сейчас, что мы обработаем летом этими же препаратами, это то же самое. Если сейчас у вас нет этого средства или нет времени, а нужно срочно садить, высаживайтесь, не бойтесь. Но у того, у кого есть время, конечно, можно это сделать. Можно провести стимулирование вот этими стимуляторами роста. Можно уничтожение вот этих вредоносных бактерий с помощью марганцовки, фитоспорина. Можно укрепить иммунитет и предупредить, повысить устойчивость различными вот этими обработками. Конечно, все это сделать можно. И богатый урожай, конечно, зависит от подготовки сивка. Но самое главное, что нам дает подготовка, это избавление нас от лишних хлопот летом. Если вы знаете, что летом вам будет некогда, то лучше, конечно, обработать сейчас. Потому что все равно, когда-то нам придется это делать. Или сейчас, или летом. Но выбирать вам самим. И никакие суперподготовки, суперобработки не избавляют нас иногда от насекомых. Хоть там и пишется, вот один раз сделаете и ничего не будет. Все равно все будет и заведется кто-нибудь. Потому что это не панацея от всех вредителей, от всех заболеваний. Какой-то отсев, отход лука будет все равно. Но, конечно, если есть время, обрабатывайте. Потому что многие уже сейчас согласились, что подготовка семян нужна. И вот эти все процедуры, они, конечно, не очень затратные по времени и посредствам. Если у вас есть все-таки время, обработайте перед посадкой. И тогда вы летом будете более свободны. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот это мое видеообзор, такой длительный, подробный. Обо всем, обо всем, обо всем, что можно сделать с луком-севком перед посевом, чтобы освободить себя летом, чтобы улучшить посевы лука, увеличить, возможно, урожай. Все, до свидания. А что вы будете применять, а что нет, на самом деле, это выбирать только вам. Я вот вам сказала, что процедур очень-очень много, каждая направлена на одно какое-то действие. Смотрите, обдумывайте, выбирайте. Вот у нас в Сибирском регионе время до посева лука еще есть. Я думаю, что еще полстраны лук не посадили, не посеяли. Пожалуйста, обдумывайте, что вам нужно, а что нет. Тот, кто не любит агрохимию, выбирайте народные средства. Ну и народные средства, такие как соль или там что-то другое, нужно тоже применять в меру. Все. Желаю хороших урожаев лука. Желаю хороших урожаев лука.